Формула семьи 30 июня, последний день июня, 14.01 по Москве, в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Мы начинаем наш эфир «Формула семьи». Здравствуйте, Юрий. Друзья, здравствуйте. Мне всегда нравится, когда Эльвира Чепенко умеет так быстро преображаться, потому что некие бури тут происходят у нас до эфира и на улице, и так далее. Потом Эльвира Чепенко вот садится, раз, два, три, и совершенно другой человек. Ну вы уж все секреты-то не выдаваете. Ну не все секреты, это маленький такой секретик для маленькой такой большой компании. Ну что, сегодня, в этот последний супердождливый для Москвы летний день, мы будем говорить, как всегда, на тему отношений между мужчиной и женщиной. Тема такая, почему женщины выбирают слабых мужчин? Ну даже можно уточнить, почему сильные женщины, как моя соведущая, выбирают слабых мужчин. А хочется... Так не надо, не надо, может, я не слабого выбрала. Нет, я ничего не сказал по этому поводу. Ты, Эльвира, очень быстро так спалилась. Ну ладно, спалилась мы возьмем в кавычки. Друзья, вот сегодня такой вопрос. Если вы в теме, то пишите нам. Если вы не в теме, то слушайте нас, и будем разбираться вот с этой насущной проблематикой. У нас уже есть первые комментарии, почему, да, первый комментарий был «мамочкин инстинкт» или «бородатая женщина». Ничего так. Бородатая женщина, ну, я встречаю в своей жизни иногда, встречаю в своей жизни, как сказал, бородатых женщин. Ну, бывают такие женщины, у которых, конечно, ну, гармончиков многовато, но что делать? Ещё пишут, что потому что женщинам удобнее доминировать над мужчинами такими слабыми. Удобно доминировать? Удобно доминировать, да, я процитировала. Ну, может быть, кому-то удобно доминировать. Ну, давайте начнём по порядку. Мы сначала, может быть, объясним наши телефоны прямого эфира. Нет, сначала ключевой вопрос. Сначала ключевой вопрос. А ключевой вопрос есть в теме. Всё, давайте, друзья. Друзья, почему сильные и просто женщины выбирают слабых мужчин? Итак, 8 800 333 17 06 – это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить, ответить. Телс.фм для сообщений, для тех, кто всегда на бегу, с мобильником в руках Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно, наши видеотрансляции. Вы можете туда писать ваши комментарии, смотреть нас на YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. Там уже, на самом деле, слушатели, да, уже между собой переговаривать. Я не буду их прерывать. Это какая-то параллельная реальность, которая существует. Хорошо. Ну, первый момент. Почему? Я думаю, потому что... Что женщины? Ну, потому что хочется замуж. И вот кого схватили, кого успели, а там уже, по ходу, разберёмся. Ну, так вот бывает. Вот так получается, что... Вы сейчас про последний вагон последнего позида и последнюю дверь, да? Ну, это жизнь, простите. Нет, ну, когда тебе 35-40, верно, я, да, а когда тебе 20 с чем-то, я что-то слабо верю про последний вагон. А сейчас тенденция такая. Девушке, которой уже 18 лет, она чуть ли не считает себя старой девой. И поэтому надо как-то вот, ну, по-бырому этот вопрос решить. И поэтому, конечно, приходят. Чувства, потом они придут. Вот существует более рациональный вопрос, более рациональный такой аспект. И молодая женщина, а может быть, не очень молодая женщина, понимает следующее. Она хочет замуж. И вот эта мысль её, она доминирует в ней. Естественно, что в окружении есть какие-то мужчины, и она берёт этого мужчину, потому что, правда, последний вагон. А что делать, Эльвира? Ну, что делать? Хочется маленьких бэбиков, хочется счастливой жизни в какой-то степени. Ну, хочется, поэтому... А для того, что хочется? Если хочется, значит, должен быть товарищ мужского полу, который будет вот как-то эту мечту осуществлять. Вы меня, конечно, извините. И сейчас пусть меня извинят все женщины, которые так поступили. Но логическое мышление во мне бунтует и говорит о том, что если ты хочешь счастливой жизни и представляешь вот эту идеальную семью, где ты с бэбиками, где муж такой вот зарабатывает, всё здорово, ты за его спиной, как за скалой и так далее, это явно не тот случай, когда ты попавшегося первого согласного, мягенького такого, мягкотелого взяла себе в мужья, и вы вперёд идёте. Нечего от него ждать, никакой ответственности, никакого лидерства там не будет. И никакого счастья женского там не будет, потому что ты будешь грести всю эту лодку сама, всеми вёслами и руками, и ногами поочерёдно. Ну, об этом не думают. Знаете, почему? Потому что я встречаю таких женщин, которые, они на начальном этапе своей жизни понимают следующее, что они исправят этого человека. Они его поменяют. Они смогут пройти определённые курсы, они смогут прочитать какие-то книги, они смогут поправить этого товарища. Ну и что, что он хиленький, накачается. Ну и что, что он немножко пьёт. Ну, остановим мы эту проблему. Ну и что, что он любит диван. Ну, как-то диван поменяем на неудобные стулья. Ну, вот женщины, они очень такие, как бы сказать, обременённые верой в мужчину. Понимаешь? Вот так-то. Да, вот так. Ну что, прочитаю версии наших слушателей. Так, про бородатую женщину я уже сказала. Дальше, дальше. Сергей нам пишет «Материнский инстинкт». Вот так, да, вполне. Роман пишет «Потому что это Москва, в провинции всё не так». А как в провинции? Напишите нам, как в провинции. Мы бываем в провинции, но, может быть, не в той провинции, в которой вы бываете. Напишите, как в вашей провинции происходит. Дальше ещё парочка слушателей написала о том, что это эмансипация, которая уродует женщин. Нормально так? Ничего не скажешь. Ну, я бы так сказал, уродует внутренний мир, не внешний. Потом ещё версия тоже от Сергея «Если в семье так было, и матушка была сильнее отца». Ну, как вариант. Ирина пишет «Ещё вариант, чтобы добить мужчину окончательно». Добить его? Добить. Это просто такие какие-то скрытые маньячки. Я не знаю, может быть. Которые убивают мужиков. И, кстати, про воспитание. Ой, да ладно, типа воспитая до 30 уже всё сформировалось железно, пишет нам Ирина. Ну, Ирина, вот давайте мы представим вот эту, в кавычках, идеальную пару. Ведь так или иначе всё начинается с какой-то определённой симпатией. Вот так или иначе ведь человек, он обращает внимание, ну, нравится мужчина, потому что у него красивый греческий профиль. Вот красивый греческий профиль. Я недавно разговаривал с одной парой и вот спрашиваю, ну, а что вас соединяет вместе? Вот почему, я спрашиваю, задаю ей вопрос, они задают передо мной сейчас, задаю вопрос. Вот почему из вот сотни мужиков ты выбрала именно этого? Она говорит, вы знаете, а мне нравятся восточные мужчины. И после чего я присел. А подождите, а нельзя следующий вопрос задать? Почему из сотен восточных мужчин ты выбрала именно этого? Ну, потому что в её окружении не так много восточных, и это тот единственный, который попался. И здесь вот, здесь карта сошлась. Одна на другую, произошло наложение. И потом, когда вот это восточный мужчина, а что же потом происходит? Потом происходит додумывание, надумывание, прилипание всевозможных. Она идеализирует его. Ей кажется, что он и такой, и такой, и такой. Это потом, после медовых месяцов или месяца наступает отрезвление. Это потом она узнает, какой он не мачо. Ещё два сообщения на сайт нам прислали. Владимир пишет. Почему-то он подписывается, мы Владимир один, но неважно. А зачем сильной женщине, сильный чувак, ведь она и так сильная? А зачем сильная? Ну, логично, абсолютно. Я тоже согласен с этим. А зачем два сильных-то в одной команде? Лучше слабенького, чтобы им управлять, чтобы им понукать, чтобы его вести за собою, чтобы он вот как Шарик, помните, в мультфильме «Винни-Пух», который поросёнок бежит, а Шарик за ним вот такая тётенька замужняя. И вот тащит мужа куда-то на очередной лектории, как пьянству бой, и он за ней бедный идёт к маме, значит, к маме, как реклама такая была. Ещё Евгений написал, я вот встречаю скорее наоборот непробиваемых индивидуалистов, которые увлечены самореализацией и удовлетворением желаний своего эго, чем людей, которые хотят традиционную семью и детей. Но, Евгений, вы не указали как бы людей какого пола, да, в смысле вы женщины или мужчин таких встречаете? Это важно. Ну, мне кажется, что встречаются сейчас, особенно, если мы говорим про Москву, встречаются и такие обои гендарных полюсов людей, мужчин и женщин. Но он просто написал наоборот, в смысле наоборот, что если тема передачи, почему женщины выбирают слабых мужчин, то он имеет в виду, что наоборот сильных встречает, видимо так. Ну, не знаю, я думаю, может быть, он дополнит свою мысль, чтобы мы более разобрались с ней. И Алексей ещё ответил, в провинции выходят замуж за дважды разведённых с детьми, и так что выйти просто за хиленького не самый плохой вариант. Вот спасибо вам громадное. Наконец-то вы открыли нам глаза на провинции, и я абсолютно согласен. Для того, чтобы найти вообще живого мужчину в расцвете силы, это ещё нужно хорошо поискать. Потому что в деревнях все так быстро спеваются, и очень высокая смертность молодых мужиков, потому что они бедные где-то там или тонут, или что-то с ними происходит, и поэтому уж берут то, что есть. А есть вот то, что есть, и никуда от этого не деться. Полина нам написала, ну почему, да, ответ. Желание у женщины быть лидером. И Анатолий Чепенко, спасибо тебе, написал, жена-доминанта. Жена-доминанта? Да, жена-доминанта. Прикольное название. Жена, ты кто? Я жена-доминанта. Очень прям как-то красиво звучит. Жена-доминанта. Юрий, а ваше-то мнение какое? Почему женщины сильные, женщины выбирают слабых мужчин? Ну, существует много моментов, почему выбирают. Ну, давайте всё начнём сначала. Всё из семьи проистекает. И по всей видимости, ну, у молодой девочки, когда она начинает играть в куклы, у неё формируется образ. Какой мужчина, какой жених, какой муж у неё будет. Если там хороший отец, то он должен быть похожим на отца. Даже если отец не очень хороший, но всё-таки есть какие-то коммуникационные связи, есть какое-то отношение, то девочка впитывает, что вот мужчина должен быть именно таким. Вот он должен быть, ну, вот такой образ у него должен быть. Может быть, даже внешность такая должна быть и так далее. И в принципе, большая часть женщин, когда выбирает мужчина, внешность – это не самое главное, как у мужчины. Она идёт где-то там, вот где-то там за бугорком, где-то там за переездом идёт внешность. Естественно, ну, даже какая-то мистика существует. Вот как женщина выбирает? Вот она, некоторые женщины отвечают так. Ну, я выбираю мужчину, потому что вот сердце мне подсказало, потому что что-то ёкнуло, что-то мне подсказало. Но в любом случае всё проистекает из того сформированного образа в детстве, в юношестве, которое девочка, когда девочка оформила в своей жизни. И вот туда она отталкивается. Он может быть осознанный, он может быть неосознанный, но так или иначе. И вот девочка, она хочет быть счастливой, она хочет быть замужем, она хочет, естественно, что любая девушка хочет, чтобы её муж был хорошим, чтобы он был хорошим отцом, чтобы он был хорошим мужем, чтобы, как в песне, зарплату отдавал, чтобы тёщу маму называл, и все остальные моменты эти есть. И вот подворачивается какой-то тот или иной человек. Конечно, когда возраст, девушка не успевает замуж до 25 выйти, потом всё это ускорение происходит. И потом она уже берёт в свою жизнь тех людей, тех мужчин, как там, особей мужского пола, которые находятся рядом с ней. А потом уже по ходу разберёмся. У нас есть два вопроса. Слушатель или слушательница подписалась пять звёзд. А можно озвучить характеристики сильных женщин и слабых мужчин? Конечно, можно. Сильная женщина – это прежде всего лидер, который берёт на себя руководство семьёй. Очень просто. Которая знает не только, где что лежит, которая знает, что будет завтра, что будет послезавтра, которая управляет финансами, которая управляет мужем, которая управляет детьми. И муж, он находится в её управлении. Эта женщина – это сильная женщина. Она может зарабатывать больше. Она подсказывает мужчине, что делать, куда идти, для чего, зачем. Она всё объясняет и так далее. Она берёт всё в свой контроль. Это сильная женщина. А там ещё нужно про сильного мужчину рассказать? Да, характеристики слабых мужчин. А, характеристики слабых мужчин. Слабый мужчина – это мужчин с поражёнными велевыми процессами, у которого, конечно же, есть своё мнение. Но он попробовал своё мнение выразить, за что был глубоко наказан. Или интимным отвержением, или моральным унижением. За то, что он не согласился, он наказывается. И после этого мужчина даже не пытается возразить. Он принимает свою судьбу. Он принимает свою, простите, карму. Как он, не знаю, как он её обозначает. Для себя и мужчина, который идёт вслед за женщиной. Мужчина, который ему говорит, ну, слушай, так, я устал, иди помою посуду. Он идёт, моет посуду. Слушай, так, сейчас ты бросай свои дела, сейчас надо пропылесосить, потому что сейчас к нам гости придут. Он бросает свои дела и идёт пылесосить. И там нет диалога, там нет обсуждения. Там есть женщина, есть интеллектуальный волевой центр, который говорит, как надо. Вы знаете, Юрий, я не жила во время Советского Союза, но вот вы ещё заставили этот период. У меня ощущение, что ваше поколение – это всё поколение сильных женщин и слабых мужчин. Нет? Ну, в какой-то степени да. Отдай зарплату, ты пропьёшь. Какой-то… Ну, потому что даже были специальные, как это сказать, специальные механизмы у партии, которые помогали в том, чтобы воспитывать семью. Вот были такие парткомы, которые занимались не только политической пропагандой, а которые вызывали мужа-алкоголика, его воспитывали. А что ж тогда мы удивляемся? А что, мы ничему не удивляемся, мы просто констатируем факты, что это есть, а мы сейчас продолжаем это всё черпать. Ну, я же живой ещё пока, который из коммунистического времени, и я-то на кого-то имею влияние, я кого-то воспитываю, у меня два сына и так далее. Конечно же, мы всё это передаём. Фильмы, которые мы все любим, да, служебные романы, девчата и так далее, и так далее, и так далее. Ещё есть вопросы, пишет нам Клава. Девушка изначально была сильной и сделала выбор в пользу слабого мужчины, или девушка становится такой из-за безинициативности мужчины в браке? И что делать девушке, которая не дожидается проявления силы мужчины? Давайте по порядку. Может быть, и так, и так. Может быть, девушка, которая, она, да, она слабая, или, как вам сказать, она не сильная, она женственная, но потом она попадает вот на территорию реальной жизни, она воспитывается в хорошей семье, она попадает в институт или попадает на рабочее место, и она начинает видеть те модели, которые работают. Да, она понимает, что для того, чтобы в твоей жизни был мужчина, надо быть кем? Охотницей. Нужны лук, стрелы, нужно копьё с отравляющим каким-то веществом, ну, так условно говоря. И тебе, для того, чтобы прожить, тебе нужно выбрать вот эту модель поведения. И общество, в которое попадает тот или иной человек, он должен принять эту модель поведения, и он её принимает, эту модель поведения. Это первый момент. Второй момент, конечно, если мама доминирующая, если мама такая сильная, если папа где-то под плинтусом, или там под столом, или под софой, или где-то ещё, конечно, девочка смотрит, и она понимает, что, ну да, ну я буду, она усваивает модель поведения мамы, и она становится именно такой. Ну, наверное, все помнят фильм «Зоушка», там была мальчика такая, и у неё там были ещё две подчерецы, да, что мама, что две эти замечательные, в кавычках, героини. Ну, они же вели себя точно так же, как ввела себя мама. Они были ещё похожи на неё. И следующее, потому что в этом вопросе три вопроса. И что нужно делать, по-моему, как там было? Да, что нужно, сейчас секунду, что делать девушке, которая не дожидается проявления силы мужчины? Дорогая Клава, дорогие девушки, если вы хотите, посмотрите, что вы хотите от семьи. Если вы хотите, чтобы у вас был мужик, которого вы будете воспитывать, то выбирайте модель поведения, о которой я сказал выше. Вообще, что вы хотите? Вот всё определяется от вашего желания. Если вы хотите настоящую любовь, если вы хотите настоящую семью, если у вас есть правильное понимание, если нет этого правильного понимания, то слушайте радио Телс. Если у вас есть правильное понимание семьи, тогда ждите и умейте ждать. Но есть опасность, что вы ничего не дождётесь. Конечно, есть опасность и вероятность. Но мне кажется, что как... Я не помню, или Фазиль Аскандер, или кто-то из поэтов сказал, или Амрахаям, что лучше с кем-то, чем с кем попало. Вот я всегда за это, потому что мне не хочется, чтобы женщина вышла замуж за какого-то пархиндея или за какое-то непонятное желеобразное существо, которое она будет воспитывать всю жизнь. Я как-то в эфире рассказывал эту историю, когда я жил в деревне, и никогда не забуду, какая-то картинка у меня стоит в голове. Женщина везёт на тачанке, с одним колесом такая тачанка, с двумя ручками, вот это распластавшееся существо, мужчину с какой-то очередной попойки. Она его взяла, поехала с тачанкой к тому месту, где он распивал напитки, погрузила каким-то образом вот это существо, килограмм 80 там где-то весил, такой увесистый мужичонка-то был. Она погрузила его в тележку, вот ей ноги, руки такие свисают, и вот она его везёт, такая вся уморившаяся женщина, потому что мне там ещё две коровы, ещё свиньи, куры, ещё детей надо кормить. И она везёт это семейное достояние к себе домой. Кто-то у нас про провинцию-то заикался. Кто-то, чтобы положить его на кровать, надо ещё постирать, ещё, может быть, он там описывается, простите за подробности, и так далее, тому подобное, всё это ей. Зачем это всё? Зачем? Кто, интересно, теперь сильнее? Зачем? Женщины или мужчины в провинции? Ну-ну, а зачем это всё? Я вообще не понимаю. Мне кажется, что лучше считать «Капитанскую дочку» 25 раз, чем такое счастье. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Итак, мы продолжаем эфир «Формулы семьи». Сегодня у нас тема эфира «Почему сильные женщины выбирают слабых мужчин?» У нас есть ещё несколько сообщений. Евгений пишет. Индивидуалистки и карьеристки не вытерпят рядом с собой такого же. Им либо потом достаётся то, что осталось, или то, что заведомо способно подчиняться. Это не из той области, когда она готова пойти за мужем на край света. Наоборот, нужен тот, что удобнее, проще, без всяких высоких целей. Ну, все люди разные, даже индивидуалистки и карьеристки. Всё-таки женщина всегда остаётся женщиной. Вот мы не должны это забывать. Любая женщина у неё всегда где-то в сухом остатке или где-то в её уголке сердца есть это счастье семейное, где она кормит младенца, где она такая счастливая, приходит муж. Вот эти вот картинки, может быть, они голливудские, может быть, чисто воображение этой картинки как-то там сформировало. Но они есть. И мне кажется, что даже любая сильная женщина, она хочет быть слабой. И никуда от этого не деться. Но в зависимости от тех ситуаций, в реалиях, в которых мы живём, к сожалению, мы становимся тем, кем мы становимся. И многие факторы влияют. И некоторые факторы мы с вами затрагиваем, друзья дорогие, потому что так или иначе, какой-то фактор повлиял на женщину, что ей приходится быть сильной, ей приходится быть пробивной, ей приходится быть лидером, ей приходится всё брать в свои руки. Например, я вот знал такую семью, консультировал, когда муж проигрывает все деньги. А что ей делать? А что ей делать? Идти на паперть? Что ей делать? Ей приходится кормить и мужа, ей приходится кормить и детей, вкладывать в их образование и так далее. А у мужа зависимость. И он не признаёт свою зависимость. Его же не определишь в психиатрическую клинику, не закроешь его там. А он проигрывает, он болен. А что делать? А приходится быть сильной. И я думаю, что многие женщины, они стали сильными не потому, что карьера очень сильно забреживающая, или что-то там, индивидуальность какую-то ей хочется проявить. Да, но, в принципе, это неплохо, когда женщина строит свою собственную карьеру. Это неплохо, когда женщина индивидуальна. У неё есть свой почерк, или как своя походка, как свой цвет волос, это как своя манера общения. Я всегда за то, чтобы в каждом человеке была индивидуальная особенность. Но вот жизнь, вот жизнь, да? И а почему так происходит? А потому что мы с вами, друзья дорогие, потому что мы принимаем, мы берём, мы впитываем себя в то, мы погружаем себя именно вот в те комнаты или в то пространство, мы даже не анализируем. И мы впитываем в себя это, и потом мы это всё, вот эти вот, условно говоря, отравляющие поведенческие реакции, потом мы их выдаём на ближних наших. У нас есть ещё сообщение от слушательницы ЦАЦИ. Ну, я предполагаю, что это девушка. Возможно такое, что девушка, наоборот, ищет в мужья полную противоположность своему отцу, или подсознание всё же не даёт это сделать? Ну, смотри, какой был отец. Возможно такое, когда, если отец бил маму, если отец там был алкоголиком, ну, вот, вообще, кстати говоря, подсознание очень такая злая штука. Потому что, как правило, как правило, если отец был алкоголик, как правило, в большем проценте случаев, как говорят исследования, что девушка, которая вот из такой семьи, она выбирает именно своего мужа, именно зависимого алкоголика. Вот как правило. Потому что, ведь, понимаете, с одной стороны у неё есть отвращение к отцу, но с другой стороны есть ещё другие механизмы, которые запускаются. И вот у неё где-то появляется, может быть, комплекс мессии, где-то появляется вот такая, где-то там глубоко сидит такая амазонка, которая спасительница, которая спасёт этого мужчину. И сама того не подразумевая, когда она находится вот в этом таком, в подсознании, да, вот подсознание влияет на неё, она выбирает именно такого мужчину. Это как правило. И поэтому вообще, дорогие наши радиослушатели, дорогие радиослушательницы особенно, вообще, когда вы собираетесь выйти замуж, вот постарайтесь, чтобы как, ну, люди, которые компетентны, которым вы доверяете, хотелось бы, чтобы были у вас такие, покажите своего избранника этим людям, чтобы они дали вам, как бы, ну, понимание, что ещё за человек, которого вы посвящаете себя, которому вы хотите сердце своё отдать. Вот это очень важно, потому что порой бывает, вот, ну, очень печально, к сожалению, всё. Анастасия спрашивает у нас, немного не по теме эфира, но вопрос важный. Скажите, пожалуйста, что делать, если свекровь ревнует мужа к семье? Как можно дальше уйти? Расстояние лечит. Как можно дальше, потому что есть такое понятие, как суррогатный брак. Если свекровь без мужа, или муж там вообще никакой, они там могут жить в разных комнатах, они могут имитировать то, что у них есть любовь и так далее. И в какой-то степени свекровь или мама может своего сына воспринимать как мужа. Она не дает себе отчёт в том, что как муж. Для неё вот сын, это вот та любовь, в которую она вкладывает всё. Вот её отношения. Это единственный мужчина её жизни. Да, это единственный мужчина. Потому что папа может быть, но он может присутствовать где-то там на задворках. И естественно, что вот эта вот пуповина между сыном и между мамой, она очень крепкая. Естественно, что мама будет всеми фибрами оборонять. Естественно, что она это будет объяснять то, что я забочусь. Все объяснения будут такие очень красивые, внешне вот очень красивые. Я забочусь, я помогаю. Она будет плакать. Она будет стараться манипулировать сыном. Поэтому берите мужа в охапку и в другую страну. Также нам пишет Наталья, что делать, если мужчина пользуется тобой? Ух, интересная тема. Надо как-нибудь провести эфир на эту тему. Не давайте ему пользоваться вами. Легко сказать, Юрий. Легко. А если любит, понимаете? Нет, я вас умоляю, если любит, но вы же не какая-то вещь, которой можно пользоваться. А границы ваши где? А в чем ваши границы заключаются? Задайте этот вопрос. А умеете ли вы говорить нет? А почему вы позволяете, что вы испытываете, когда вы позволяете мужу своему пользоваться вами? Почему вы это допускаете? У меня много вопросов к вам, почему вы это делаете? И постарайтесь ответить себе на все эти вопросы. Потому что так или иначе, если вами пользуются, в этом прежде всего виноваты вы, а не тот человек, который вами пользуется, даже если близкий человек. Если вами пользуется ребенок, если вы приходите в магазин, и ребенок клянчит у вас какую-то очередную игрушку, и каждый раз, когда ребенок приходит в магазин, он выходит оттуда с игрушкой, в этом виноват не ребенок, в этом виноваты вы, мамочка. И с вами надо что-то делать. Прекратите это делать. Прекратите разлагать своего ребенка или прекратите разлагать своего мужа, скажите ему, нет. Да вам будет больно, вам будет неприятно, вам будет дискомфортно, у вас будет конфликт. Но простите, я не хочу, чтобы вы жили с чувством вины и с чувством саморазрушения самого себя. Поэтому, моя хорошая, дорогая девушка-жена, ну, займитесь собой. Роман интересно прокомментировал этот случай. Если мужчина пользуется женой, значит, он сильнее жены. Выходи замуж за слабака, а слабак не будет пользоваться женой. Ну, это не всегда так. Да, Роман отчасти прав, что, возможно, мужчина сильнее и так далее. Но опять в чем сильнее? Ведь поймите, что и у мужчины, и у женщины есть сильные и слабые стороны. Опять нужно их знать. И взаимодополнять друг друга, и помогать друг другу. Не всегда бывает, что мужчина сильнее. Вот поймите, что есть люди, в частности мужчины, которые вот так или иначе, когда женщины и мужчины, они женятся, потом что происходит? Это как у ребенка к родителю. Потом происходит проверка границ. Они проверяют границы, что можно, что нельзя. Понимаете? И если вы вот любите, вот ваша любовь, она такая, ну, такая зефирная, мармеладная, ванильная такая вся. Ну, хорошо. Вот это все такое. А ведь поймите, чем больше границ расширяешь, чем больше хочется. Сегодня мужчина, например, говорит, ну, слушай, давай мы будем вот это делать, вот это. А давай мы как-то разнообразим нашу сексуальную жизнь, мы пригласим еще двоих человек. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, ты же любишь меня, ну, мне же хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Да что? А что? Да, да, давай. Я бы его выгнала из дома. А все начинается как-то по нарастающей. Ну, дорогой, ну, я как-то стрел мне вот это все просто... Ну, хорошо, ну, если ты очень хочешь, ну, давай. А потом он говорит, вот я чувствую себя использованной. Надо же. Ну, конечно, ты будешь чувствовать себя использованной. Конечно. Завтра вот солдат, может, придет, или что-то еще там придет. Я не знаю, что еще в голову. Конечно. Потому что так или иначе, когда нет забора, ну, границы тоже ширяются. Я поняла, что у меня-то забор точно есть. Ну, у вас-то у вас не забор, у вас Чистакова, Эльвира. Как вы о чем говорите? Смотря, да, вдруг кто пройдет, никто не пройдет. Так, Роман нам дальше пишет. А мужчинам разве не хочется быть сильными? Мужчины тоже хотят быть сильными. Но если родились слабаками, то что им делать? Ничего не делаешь, не сделаешь со слабостью. Ну, очень фатальный такой комментарий. Ничего не сделаешь со слабостью. Ну, опять, вот у любого человека, вот хочу, чтобы вы запомнили, друзья, есть сильные и слабые стороны. Вот есть сильные и слабые стороны. Конечно, кто-то не может перед едой устоять, но есть люди, которые не могут устоять перед едой, у них тоже есть какая-то сильная сторона. Она может быть очевидной, может быть неочевидной, но в любом случае надо определить, найти какую-то сильную сторону в человеке. Как-то аккумулировать ее, выпить ее, выпучить ее в конце концов, Ну как-то увидеть эту сторону в себе И сказать, да, у меня есть вот это, вот это и вот это И это есть у меня И я рад, что у меня это есть И я буду заниматься тем, чтобы эти стороны мои стали более очевидными, более заметными И потом постепенно расширять эти стороны в своем собственном характере, в своей собственной жизни Сердцу не прикажешь? Так народ говорит Глупостью он говорит ваш народ Сердце такое же орган, как и иные И подвластен приказу свыше В эфире передача «Формула семьи» Телефон прямого эфира 8 800 333 1706 Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач Итак, сегодня 30 июня, в последний день первого летнего месяца В студии «Формула семьи» в студии Эльвира Чапенко и Юрий Пожидаев Мы сегодня говорим на тему «Почему сильные женщины выбирают слабых мужчин» У нас есть еще несколько сообщений Юлия пишет по поводу ситуации со свекровью И там еще Анастасия тоже написала, что такая же примерно ситуация Если нет возможности убежать от свекрови в другую страну и уехать в другой город Может все-таки попытаться построить взаимоотношения? В другую квартиру тоже нет возможности съехать? Мне кажется, что возможность надо найти Я, конечно, не знаю всех деталей этой истории Но если вы будете выстраивать эти взаимоотношения, у вас ничего не получится Потому что как только мама почувствует угрозу или еще что-то Она же знает, как своим сыном управлять Вы должны это понять Потому что мама воспитывала сына где-то 20-25 лет Может быть 30 лет она его воспитывала Она знает все его слабые и сильные стороны Она знает, как им манипулировать Она знает, как подыграть и так далее Она знает, как подлить массовый вагон и сделать вас виноватой Вы будете очень долго договариваться И в принципе вы будете договариваться Вы будете приходить к каким-то консенсусам, каким-то решениям и так далее Но в любой момент это все будет рушиться Потому что как только мама почувствует, что что-то не то Она будет все это рушить И все эти ваши соглашения, они сойдут в ноль Потому что семья, вот муж и жена, они должны жить дистанционно Тогда они начинают быть семьей Когда присутствует мама, я понимаю, может быть мама больная Может быть она в полулежащем состоянии Я все эти вещи понимаю Но этот вопрос нужно как-то решить Если вы хотите, чтобы ваша семья была счастливой Чтобы ваша семья была вот такой полноценной То нужно искать какие-то возможности По крайней мере, ну хоть подальше куда-то уйти Минимизировать вообще Опять, если муж, насколько у вас муж... Еще вопрос, как муж воспринимает свою маму Видит ли он в ней как раз вот эту проблематику То, что она нарушает семью И первое, с кем вы должны договориться, это со своим мужем Чтобы ваш муж оградил вас от его мамы Чтобы все вопросы, которые решаются в вашей семье Мама туда не проникала То есть вы с мужем это обговариваете и все Не давайте маме лишней информации Вообще, кстати говоря, отношения, они строятся Выстраиваются тогда, когда меньше всего информации Когда вы маму посвящаете все свои тонкости Я не знаю, все какие-то интимные подробности Что вы едите, что вы не едите Когда она беспрепятственно к нам приходит в комнату Или в квартиру Должны быть границы Даже если мама рядом, даже в комнату Она не имеет права туда заходить Вы должны обговорить эти моменты Но через мужа работайте, пожалуйста Вот муж должен быть вашим союзником И вашим заступником И вашим защитником Вот первое, с чего нужно начинать, это с мужа Когда вы с мужем выработаете коммуника Как нам жить с его мамой И пункты должны быть первые, вторые, третьи Четвертые, пятые, десятые Приучите, да Не то, что приучите А помогите своему мужу Сыну своей мамы Коммуницировать с мамой Потому что он должен понять Что он не маме принадлежит А то, что он глава семьи вашей И здесь должен быть очень глубокий водораздел Следующее сообщение от Маргариты Добрый день, скажите, пожалуйста Два партнера обладают лидерскими качествами Как уступить? Как изменить заложенную с детства модель Мама лидер, ведь так хочется быть слабой Ну, вы же прекрасно все написали Если вам хочется быть слабой, будьте Ну, пожалуйста Нет, это непросто Я вот Маргарита понимаю Я понимаю В силу характера и разных особенностей лидерских Очень сложно переключаться Конечно, хочется Хочется, да Хочется, непросто Но первое, с чего все начинается Это с решений, которые вы принимаете И говорите, вот сядьте перед зеркалом Накрасьтесь хорошо Вот чтобы вы нравились себе Сядьте и скажите Я хочу быть слабой Я принимаю это решение И вот сами перед собой Примите это решение Вот самой себе скажите Я хочу быть слабой И потом, когда у вас будут возникать Какие-то конфликты, баталии Первое место в вашей семье Анализируйте И опять сядьте перед зерком Скажите Так, назовите себя по имени Эльвира, что ты опять умудрила Что ты опять натворила И почему это произошло И вот когда вы, поймите Вот в одночасье В один момент Это все не происходит Вот когда вы начнете работать Сама с собой Когда вы начнете анализировать Свое поведение Свои собственные слова Вот тогда постепенно Начнется эта работа Когда вы Я не говорю, чтобы вы Чтобы вы перестали Вы будете сильной Если вы сильная То вы будете сильной Но поймите, что Ведь сила Это как мирный атом Вот есть такое понимание Вот ваша сила Она должна быть мирной Да, когда нужно Вы ее применяете Не боретесь За первенство За право какое-то И мне нравится Когда Есть семьи В моей жизни Когда есть мужчины сильные Женщины сильные Они умеют Они умеют коммуницировать Они умеют Находить друг к другу подход И это очень здорово Когда они Восполняют нужды друг к другу Ну так получается Что кто-то же Ведь все равно устает Он же не может быть Вот на сто процентов Всегда быть сильным Ну как Ты там Гребешь там На лодке По речке Против течения Борешься Ты там Вез с вами Туда-сюда Туда-сюда Но ты же выдыхаешься Ты же устаешь И тут Сильная женщина Заменяет мужчину И она гребет Какой-то промежуток времени Мы имеем Способность Выгорать Уставать Эмоционально Перегружаться И так далее И так получается Что Ну редко получается Когда одновременно Это происходит И вот здесь Вот как раз Вот когда вы научитесь Восполнять друг друга Вот становиться Вот в данном случае Я буду Да Или вот когда Двое умеют рулить Мужчина и женщина Вот мужик ехал 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 Устал Женщина садится Едет дальше Мужчина отдыхает Это же здорово Здорово Тандем Это Вот Хороший слово Тандем Ирина пишет нам Как отучить мужа Все усложнять В том числе и отношения Хочется легкости и любви Вы знаете Я встречаю В своей жизни Мужчин Это такое Это вот только касается Мужчин Я вот встречал Только мужчин Зануда Женщины не бывают Занудами Нет Вот поэтому Бывает Но в мужском варианте Это как-то более Вот в женском Я это понимаю В мужском нет Как-то вот Бывает мужчина Зануда Вот он когда приходит Ну в магазин Он что-то выбирает Например Он выбирает эластик для ребенка И он конечно Вот он выбирает эластик для ребенка Представляете Вот выбирать эластик Можно в течение часа На зуб его Так-так Потрет По еще что-либо И вот он вот эту Цену сравнит Залезет в интернет Почитает что-то об этом эластике Сделает это Пятое-десятое И мне хочется вот По башке дать Этому человеку Почему? Я терпеть Я могу За что? Посмотрите Как он сознательно подходит к делу Конечно Он сознательно подходит к делу Вот такие люди И они Им не остается время Таким людям На флирт На романтику На какую-то легкость в отношении Потому что вот эти детали Которые у них есть Они Они Вот эта маленькая деталька Это вот как Покупаешь какую-то одну таблетку В аптеке И к этой таблетке Вот иногда бывает такая инструкция К применению Она как в Икеа И чек Вот такая громадная И таким мелким шрифтом написана И вот И эти люди начинают Это все читать Вот эти сульфиды Что-то там Какие-то вот эти терминологии Разбираться во всем этом Это же сколько время уходит И пока другой человек Ждет это все Он просто помирает Дорогие мужчины Если вы на меня слышите Ну перестаньте быть занудами В конце концов Ну просто Ну отпустите вы вожжи Ну просто скажите Хорошо Вот ну жена вам говорит Она Жена всегда Она семафорит Она сигнализирует Говорит Хорошо Ластик за 4 Хорошо За 4 рубля Я не Вот я человек не детальный Я не вникаю Мне все равно Да Какой там Ну вы же Жиль проходят У кого этого прилавка С ластиками Друзья мои Вы чего Вы после этого ластика Вам вообще Вы даже друг друга Не захотите Потому что этот ластик Будет стоять у вас в голове Подождите Хорошо Ладно С мужчинами понятно Почему вы говорите Что у женщин занудство Это более-менее нормально И вы это нормально Вас понимаете У женщин У них не так глубоко Занудство У них больше эмоциональное Такое занудство А то есть У нас вот например 5 ластиков Мы так посмотрим О красненький Взяла и пошла Да Женщина она по-другому зудит Понимаешь Если мужчина зануда Ну это Это вот До разделения души и тела Это настолько глубоко И настолько Это вот плохо пахнет Это просто не Женщина зануда Это больше эмоционально Что-то там позудело Как-то полетало И это быстро закончилось А мужчина нет Вот если мужчина начал Би-би-би-би Это такое би-би-би Катастрофически глобальное Что просто хочется стукнуть Ирина пишет А если муж серьезный парень И к романтике Не склонен вообще Но не жалеет Средств и времени Но как дерево Цветы и подарки Просписанию В деньгах не ограничивают Ну да Очень смешно Вы его сравнили С деревом С таким баабабом Наверное Ну Понимаете Вот я так думаю Что любого человека Надо чему-то учить По всей видимости Семья была брутальная Такая И его не научили Но смотрите Он старается Видеть Нет он старается Он делает Просписание У него это есть Вам надо ему помочь Вот я это называю Сам термин Придумал Расщекотать Вот надо его Немножко расщекотать Понимаете Вот они Нет ведь Как Вот Ирина пишет У меня тоже вопрос Вот вопрос Расщекотать Но вытаскивайте его куда-то Ну Какие-то вот понимаете Только не надо сильно Расщекатывать Чтобы он там В оборону не взял Ирина пишет Восемь лет щекочу Вы такая молодец Я вас просто обожаю Восемь лет щекотать И не расщекотать Это дорогого стоит Это терпение Ну может быть В другом месте пощекотать Ну Вытаскивайте его куда-то Вот Может быть Совершайте Для него Какие-то Пакие поступки Какие Ну не То, что неоднозначные А поступки такие Вот Как вам сказать Вот Нестандартные поступки Для него Ну Закажите Например Может быть На свой день рождения Парашют какой-то Да И смажьте его губной помадой Ну что-то вот Вот какие-то такие Понимаете Мелые шалости Которые будут Которые Посредством которых Он перестанет К себе Очень серьезно относиться Ну вот Представляете Он просыпается А вы накраситесь Там Помадой красной Уже с помадой И он просыпается И он подходит к зеркалу А он в этих вот Следах от помады Такой приходит И вот Что это такое Произошло А вы такая Лежите Говорит Ну я же тебя люблю Мой дорогой И поэтому я тебя целовал Пока ты спал Ну и совет У вас классный Так Что еще у нас Юля пишет Вот мы говорим Сегодня о слабых Мужчинах А походу Юля вышла замуж За сильного Такого мужчину Посмотрим Что делать Если все-таки Вышла замуж За человека Который не оправдал Возложенных на него Ожиданий Человек оказался Невозрожден Нет Да Невозрожденным Духовно И к Богу Обращаться Для решения проблем Не хочет В церковь не ходят В его глазах Он прав И точка Разговаривать не хочет В семье Бесконечные ссоры По замкнутому кругу Какой выход Развод А чего вы от него хотите Ну видимо Человек замкнулся В себе Не хочет разговаривать Ну вы хотите Чтобы он принял Вашу религиозную Точку зрения Но по всей видимости Вы очень понравились ему И он хотел вас заполучить Хотел жениться на вас И он принял Как бы Вашу точку зрения Ну принял вашу Он сказал Ну хорошо Ну вы обрадовались И вы вышли за него замуж А теперь у него Ну не произошло того Что вы хотели Опять Разводиться не надо Вы же сделали Этот поступок Не знаю Есть там дети У вас нет Детей Не знаю Но надо Выстраивать Это Отношение С этим человеком Опять Сильные его стороны Слабые его стороны Раз вы вышли замуж И этот человек Женился на вас То он Любит вас Любит вас И Совершает Какие-то Какие-то поступки Ради вас Работает Там Домой приходит Зарплату приносит Понимаете Вот иногда Женщины Они очень сильно Разочаровываются В чем-то И Они начинают Долбить мужчину И очень так Долбить очень хорошо И в одну точку Вот они Долбят Вот ты такой Вот ты это Не сделал Не сделал Не сделал А что остается С мужчиной А мужчине А мужчине Ничего не остается Как замкнуться И Ну постепенно Остывать Мужчина Мужчина долго Остывает Ну остывает Ну Найдите какие-то Преимущества В вашем браке Поймите Что Вы писали О возрождении Я так понимаю Что это приход Там Приход в церковь Это Обращение к Богу Это Невозможно Это продолбить Это мистические Мистическое Очень понятие Это Это Из ряда Встречи Бога и человека И вы здесь Не можете Ее организовать Понимаете Каким-то образом Как это вы Организуете Да никак вы Это не организуете И здесь Если вы Религиозный человек То есть такой инструмент Как молитва Как рождение В храм Ну делайте это Я думаю Что ваш муж отпускает Но не надо Тащить его На аркане туда И как раз Именно Это не то Не то место Куда Вы берете В петлю мужа Его осаждаете Тащите его туда Реакция будет Ну Негативной Юля ответила Просто вам Что он не совершает Поступков И говорит Что любовь прошла И сам говорит о разводе А вот как Ну здесь уже нужен Третий человек Который Опять Он говорит о разводе То почему он говорит о разводе То есть Если он не видит Опять Вот поймите Юль Может быть у него уже есть кто-то Если он Любовь-то Любовь она не проходит Любовь Она Она строится Это эмоции проходит А любовь-то она не проходит Любовь это Вот как вам сказать Это как Обед не проходит Вот для того чтобы был обед Его нужно приготовить Нужно сходить продукты И купить Вот то же самое Любовь Она строится Это когда один человек И другой человек Вот они что Они строят отношения между собой Это называется любовью Причина почему Вот мне важна причина Почему так произошло Я думаю что Если такое Это произошло То ваша Доля вины Тоже в этом есть Надо разбираться Более детально Поэтому Ну напишите об этом Письмо Или если вы из Москвы То можно увидеться Стреться Поговорить с вами Это вопрос достаточно серьезный Когда рушится семья И поэтому Ну давайте детально разбираться В этом То есть через эфир Мы не сможем это сделать Вернемся немножко К щекотке Тут мужчины у нас высказались Мужское мнение Сейчас прочитают Давайте Интересно Как они расщекотались Видите Мужчины у нас Вот нашла Да все просто Ничего не надо щекотать Просто нужно научиться ценить Что имеете В этом вы и найдете Романтику Вся ваша романтика Это просто от просмотра Фильмов и книжек Это все туфта И обман И следом романа Ему отвечают Да Ты прав Такие серьезные мужчины Вы мне нравитесь Ну понимаете Романтика Опять же Надо терминологией определить Что же такое романтика Для вас Для женщины Романтика Это какая-то нежность Это какое-то Такое особое отношение Когда вы цените ее Когда вы делаете Для нее какие-то Тоже нестандартные поступки И женщине хочется Вот этой милоты Так вот я ее назову Именно этой милоты А для вас Это все так Достаточно Ну понимаете Вот как казармия Достаточно Вот еда Тут вот Тут постиранная одежда Тут вот Работает Ну Хотя вы Мне такое ощущение Что Вы боитесь Этого состояния Вот вы боитесь Наверное Вот этого романтического Состояния Потому что вы Возможно Боитесь того Что вы будете выглядеть Вот в этом состоянии Неуклюжим А это то же самое Вот Ну представьте Что Вот танцует группа людей Молодых И вас зовут танцевать И вас зовут Пойдемте И человек не хочет Говорит Да я не умею Танцевать Да мне не нравится Человек просто не хочет Выглядеть нелепо Как он танцует Он давно это не делал Ему там Например 40 лет И он стесняется Самого себя Это как правило Просто Дорогие Рома И Дорогие мужчины И товарищи Да 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 Ну Посмотрите на это С другой стороны Я думаю Что Вы Обогатитесь во многом В вашей запросской жизни У нас осталось Буквально полминутки Давайте такое Конечное резюме Почему же в итоге Сильная женщина Выбирает слабых мужчин И самое главное Плохо ли это И как к этому относиться Давайте мы Вот с чего начнем Мы выбираем Кого мы выбираем Вот самое главное Не важно По факту Какой это мужчина Сильный Слабый Самое главное Как вы построите Свои взаимоотношения С этим человеком А построить отношения Вне зависимости Слабый мужчина Или сильный При правильном раскладе Можно Очень хорошее И ваша семья Может быть Очень счастливой С вами была передача Формула семьи Слушайте нас Каждый будний день В 14.00 По московскому времени На teos.fm Всем пока До свидания Хитрости